Как многие пришли к геймдизайну, геймдизайнеры любят игры, и я закончила как первое образование бакалавриат как промышленный дизайнер. Я поняла, что это немножко не моя тема, но некоторые скиллы можно взять и использовать здесь. Поэтому как магистровскую программу я выбрала геймдизайн, что мне больше в душе. У меня просто так получилось, что у меня здесь живут друзья, они мне очень сильно помогли. И по сути было несложно, потому что мы просто приехали к институту, поездили на машине вокруг, чисто вот знаки вот этих «for lease». Искали, звонили каждую это, и мне сказали, что мы принимаем студентов, потому что многие там из того, что нет кредитной истории, там еще чего-то не принимают. Мне, получается, сказали, мы знаем, что у студентов ничего этого нет, короче, все нормально. При поступлении особо не было сложностей, мне, в принципе, все помогали, объясняли. Я по почте переписывалась там с куратором, мне на каждый вопрос отвечали. В принципе, было достаточно все понятно, в общем. Сложности были с визой, потому что я получала этим летом, мне пришлось поехать в Мадрид, чтобы получить, еще Европа закрыта. Я там из одной страны в другую, в общем, всю Европу объездила с этим ковидом. Мы обучаемся на Майя, на движок мы изучаем Юнити. Вот, в Юнити мы работаем с Visual Studio, это где мы пишем код. Ну, и иногда вспомогательные какие-то программы, которые я, в принципе, знала, там, Photoshop, чтобы сделать арт к играм. И иногда я себе помогаю, там, в 3D Max, если что-то в Майне получается. Процесс обучения, ну, на самом деле, мне очень нравится, очень классный подход в плане того, что, ну, лично мы, как геймдизайнеры, постоянно играем в настольные игры, потому что, как бы, на примере, это, то есть, показывает на примере, как все должно работать, анализируем их потом, вот. В принципе, ну, то есть, как бы, обычный день у меня где-то 2-3 класса, идут около 3 часов обычно, вот. Но ты не замечаешь время, то есть, летит быстро, да. И, в принципе, профессора стараются сделать так, чтобы процесс протекал достаточно легко, то есть, там, разбавляют какими-то теми же играми, там, примерами. В, как сказать, нас побуждает нас тоже участвовать в дискуссии, то есть, там, задают вопросы. По сути, ну, это не такие занятия в универе, где ты должен прийти, там, отчитаться как-то, там, от тебя много что требуют, то есть, как бы, требуют. Но, в основном, такой достаточно дружелюбный подход, что, как бы, ты можешь поспорить с чем-то, возразить, там, свое мнение как-то отстоять. У меня в классе, получается, мы вместе с бакалаврами учимся некоторые предметы, то есть, там, если только магистрская программа, то там всего трое человек вместе со мной, если еще бакалавры, то еще трое. Поделиться советом, наверное, это слишком распространенный совет, но не бояться, потому что я реально очень боялась, страх и глаза велики. А в итоге все оказывается, на самом деле, гораздо легче, чем мы себе, но представляли, потому что, когда ты сидишь в России, и Америка кажется такой далекой страной, и что, ой, поступить в американский учитель, это что вообще, там, как-то для гениев, вот, а когда в итоге, ну, начинаешь решать проблему, одну задачу за другой, а оказывается, что, на самом деле, не все так страшно.